Все желающие могут задать вопросы любому докладчику, и после этого, может быть, найдутся желающие выступить и высказать свое мнение по тем докладам, которые были сделаны. Пожалуйста, у кого есть вопросы и к кому из докладчиков. Неужели так все было понятно, ясно и хорошо, что ни у кого не осталось никаких вопросов? Никаких не было вопросов? Тогда попробуем. Кто желает выступить и высказать свое мнение по тем вопросам, которые были обсуждены в докладах? Пожалуйста. Павел Иванович Крежевицкий. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. У меня вопрос к Андрею Петровичу, к последнему докладчику. Вот потому что доклад, так сказать, вот сейчас он только что перед глазами прошел. Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, вот вы в своем проекте, вы закладывали один PET-сканер на циклотрон, или вы рассматривали там, допустим, 3-4 аппарата на один циклотрон? Мы рассматривали. Включен, да? Мы рассматривали безусловно один, потому что в любом случае нам нужно было получить реальный проект. Если бы мы туда еще заложили дополнительное оборудование, могло бы не получиться. В принципе, я готов над этим подумать. Все, спасибо. Так, пожалуйста, у кого еще есть вопросы? Мы так пробуем. Пожалуйста, и выступления возможны, и вопросы. Я думаю, что тематика была достаточно интересной. Не со всем, что было изложено, можно согласиться. Потому что действительно было изложено очень много интересных, новых вещей. И мне кажется, что в аудитории вполне могут найтись люди, которые могут или согласиться подтвердить то, что говорили докладчики, или выдвинуть какие-то свои контраргументы против этого. Пожалуйста, Сергей Николаевич. У меня к Екатерине Александровне Бушкову вопрос. Не было ли работ по использованию вот этих контрастных веществ и УЗИ у больных раком предстательной железы? Ну, каждый о своем говорит. У больных раком предстательной железы просто любопытно. Если бы было что-то сделано, то какие результаты были получены? Конечно же, были же проведены исследования по контрастному ультразвуковому исследованию. Профессор Зубарев в Москве, он занимается и эластографией предстательной железы. И вот сейчас также определено новое научное направление по оценке и выявлению диверсиальной диагностики очаговых образований предстательной железы. Да, с контрастом? Да, контрастно. Да, Сергей Николаевич, еще развернуть ответ Екатерины Александровны. Да, действительно, профессор Зубарев лет так, наверное, 7 назад получил экспериментальную партию контрастных веществ ультразвуковых и провел серию исследований в различных направлениях, в том числе и ракопредстательной железы. Но я в своем выступлении сказал, что не все раки гиперваскулярные. И, к сожалению, он тоже такие же варианты получил. Там, где есть гиперваскуляризация, там работает их контраст. Там, где нет гиперваскуляризации и нет особенностей вот именно сосудистых плотностей, высокой плотности сосуды, потому что этот контрастный препарат, он не уходит в интерстиции, он только в сосудах находится. Поэтому его еще больше ограничений, чем у других контрастных препаратов. Спасибо, Андрей Владимирович. Так, пожалуйста, будут ли у чего-то вопросы? Да, ну, прекрасно, я понимаю. Пожалуйста. Шалик Роза Крявна, соседний институт в РНЦ РХТ. Скажите, пожалуйста, а стоимость вот этого исследования, эхоконтрастирования, доступна? Одна ампула эхоконтраста на сегодняшний момент стоит около 7 тысяч рублей. Для одна доза это 2,5 миллилитра, то есть это получается 3,5 тысячи рублей. Но, опять же, если сравнивать со стоимостью других методов исследования компьютерной томографии, то в некоторых случаях это дешевле получается. Ну и, опять же, у нас нету задачи заменить компьютерную томографию. Мы ее дополняем, и в определенных случаях мы можем дать дополнительную информацию. В каких-то случаях можем ответить чуть больше, чем компьютерная томография. Вот. Ну, я думаю, что их контрасты будут применяться. Спасибо большое, Александр. Буду оппонировать, потому что компьютерная томография все-таки больше информации несет. У вас только один орган можно исследовать? Конечно. Но, опять же, есть клинические случаи, когда это оправдано, потому что нет лучевой нагрузки, нету... Это более безопасное исследование. Спасибо. Так, пожалуйста. Я думаю, что, может быть, аудитория осмелела и все-таки будет задавать вопросы, и кто-то еще пожелает выступить. Нет? Желающе. Андрей Петрович, ну тогда я все-таки хочу задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, ведь вы прекрасно знаете, что сейчас развивается так называемая... Я имею в виду по отношению к МРТ, по отношению к ПЭТ-КТ, КТ, эффект КТ и так далее, так называемая мобильная медицина. И существуют достаточно успешные предприятия, работающие в Голландии, которые этой медициной занимаются. И вы прекрасно об этом знаете. Скажите, пожалуйста, и с моей точки зрения, чем интересно это? То вы получаете готовый комплекс, ставите его на, так сказать, нет, не на колесах, на соответствующих, так сказать, подставках, так. И когда заканчивается ваша любовь с тем, кто инвестировал эти деньги или еще возникают какие-то отношения, нет никаких вопросов. Вот это ваш комплекс, и, так сказать, вы выводитесь. Тем более, что, как показал опыт, который уже имеется в России, и эта мобильная медицина в России разрешена, значит, дает, эта голландская фирма дает 50 лет гарантии на то, что, так сказать, это все вмещение будет работать как надо, и все, что не будет как надо, будет работать от минус 50 до плюс 50. И действительно, тот опыт, который сейчас, насколько я знаю, имеется в Сибири, подтверждает именно отрицательные температуры. Вот почему вы считаете, что строительство выгоднее, чем вот такая мобильная медицина? Сергей Васильевич, я не считаю, что строительство выгоднее. На самом деле, в этом проекте рассматривалось тот случай, когда мы использовали федеральную собственность, инвестором, скорее всего, будет являться государство. Безусловно, если мы говорим о частном инвестировании, то строительство крайне, на сегодняшний день, при существующей нормативной базе, крайне неинтересно, потому что мы должны выделять определенные площади. В конечном итоге эти площади нам не будут принадлежать, они отчуждаются. Это сегодня нормативная база такова. По большому счету, конечно, строительство мобильных, не строительство, а привлечение в качестве ПЭТКТ мобильных комплексов гораздо интереснее. Важно было здесь сегодня в докладе продемонстрировать методологию. Мы готовы просчитать любой инвестиционный проект, пользуясь этими методами, и доказать инвестору о том, насколько это интересно и важно. Конечно, этот проект был сложнее, затратнее. Я продемонстрировал, что он окупается, строительство в течение 60 месяцев, и окупается он еще на 4-5 году эксплуатации. Но в любом случае, как только к нам придет инвестор, готовый предложить нам какой-то другой, менее затратный проект, мы с удовольствием в нем поучаствуем. Собственно говоря, мы сейчас с Андреем Владимировичем это и обсуждали. Он там даже готов нам предоставить некие помещения, для того, чтобы к ним присоединился мобильный комплекс. Пока это всего лишь уноквази-фантазия, которую мы пытаемся в ближайшие годы, попытаемся, наверное, реализовать. Андрей Петрович, еще тогда один вопрос, поскольку аудитория не хочет почему-то задавать вопросы, то скажите мне, пожалуйста, а сейчас существует вот такая возможность, вот такой мобильный комплекс взять в аренду? Ну, загоняться, это, в общем, принятая штука, на 2-3 года взять в аренду и, так сказать, затем, может быть, на том этапе, на котором находится сейчас наша страна и наша экономика, это выгодно, и было бы очень хорошо и полезно, я думаю, если бы и для нас всех, и для Минздрава вы бы, так сказать, просчитали, вот, смотрите, строительство, вот мобильный центр, а вот его взящие, а вот, так сказать, получение его в аренду, там, на 2-3 года, мне трудно сказать, насколько выгодно? Сергей Васильевич, мы обсуждаем и открыто для любых форум, и лизинг, и аренда, и все, что угодно, только маленькое, но мы не далее, как вчера с Алексеем Михайловичем обсуждали вопрос. Мы видим перспективы нашего финансирования, но с точки зрения учредителя, да, ну, на 16-й год, на 17-й весьма смутно, но в 17-м темнота. Если наши арендаторы, арендодатели, да, готовы обсудить с нами короткий период времени, то это слишком высокая ставка арендная. Если они готовы обсуждать более длительный период времени, ну, кто знает, что будет в этой стране, и как будет финансироваться наш институт, например, в 2025 году? Я не знаю. Давать по этому поводу какие-то гарантии я не готов. Спасибо. Так, будут еще какие-то вопросы или нет? Нет. Тогда я благодарю вас всех, во-первых, за внимание, благодарю вас всех за то, что вы пришли. Все это чрезвычайно внимательно послушали, потому что в зале была поразительная тишина, когда докладчики произносили свои заклады, никаких посторонних разговоров не было, поэтому я очень благодарен аудитории и считаю, что, коль это так, то симпозиум прошел с пользой для вас. Спасибо вам большое за то, что вы его посетили. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...